И продолжаем программу. Новость пришла про наш российский газ от Еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон. Она заявила вот что. Что вчера встречалась с министром энергетики Украины, который проинформировал о продолжающихся ударах по энергетической инфраструктуре со стороны России. О чем вы тоже в первой части программы говорили, что Россия продолжает атаковать инфраструктуру, прежде всего военную, конечно, но вот Украина говорит и об ударах по энергетической инфраструктуре. И он призвал всех европейцев поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС. И что заявляет Еврокомиссар по энергетике. Мы не намерены продлевать трехстороннее соглашение о транзите газа с Россией через территорию Украины. Срок действия этого соглашения стекает в конце этого года. Таким образом, Европа хочет полностью отказаться от российского трубопроводного газа. Напомню, в нашей стране не раз заявляли, что Запад совершает большую ошибку, отказавшись от покупки углеводородов наших, и тем самым он попадает в новую, более сильную зависимость, в том числе связанную с более высокими ценами. Ну, быстрее загнутся они, вот, собственно, и все, вот что я скажу, да. Потому что уже сейчас, хотя прошло не так много времени, ну, с такой исторической точки зрения, да, вот, после отказа Европы от покупки трубопроводного газа, уже сейчас видны очень серьезные последствия для экономики Европы. Вот, ну, полностью откажутся, значит, эти последствия будут еще хуже, вот, еще раз говорю, во главе Европы стоят абсолютно не европейские, это, я бы так сказал, даже антиевропейские лидеры. Ну, что с ними делать, да? Может быть, вот в июне будет выбор в Европарламент, не исключено, что каким-то образом поменяется расклад сил, потому что вся вот эта вот евродурь многим серьезно надоела, вот, может быть, это повлияет и на позицию всех еврокомиссий и прочее, прочее. Вот пока, как бы, да, они давят на эту вот самую педаль. Это первое. Второе, ну, Украина считает, что, например, скажем, от поставок газа через территорию Украины в Венгрию зависит позиция Орбана, да, и зависит по Украине. Но я думаю, что отчасти они правы, отчасти они не правы, потому что все-таки у Орбана есть позиции принципиальные и по Украине, и по закарпатским этим венграм, которые на территории Украины проживают, и венгерские власти считают, что они притесняются, да. И я не думаю, что вот фактор газа прям станет вот таким поворотным, да, для того, чтобы там Орбан взял и изменил на 100% там свою эту самую политику по отношению к Украине. Но, тем не менее, там в Киеве считают, что это может быть тоже, значит, вариантом давления. Ну, и кроме всего прочего, конечно, что касается трубы, которая идет про территорию Украины, ясно, что если украинские власти решат прекратить ее функционирование, они это сделают, хотя до сих пор не делают, да, хотя вроде говорят о войне, так сказать, не на жизнь, а на смерть. Тем не менее, труба как работала, так и работает. Но, с другой стороны, существует куча всяких разных других способов покупать этот самый российский газ и без Украины. А когда транзит газа через, значит, Украину сдохнет, на самом деле вообще значение Украины для Европы может еще более уменьшиться. Но, кстати, вот интересно то, что вот оценки, в том числе, так сказать, которые мы здесь высказывали в прошлые годы в этом эфире, они и прогнозы, они в итоге подтверждаются. Я говорил, например, еще лет 5-7 тому назад, да, что, на мой взгляд, цель американцев полностью отрезать, значит, Европу от российского газа. То есть, речь не идет, например, скажем, там, конкретно там, как в том участке, который идет через Украину или еще что-то. Американцы просто хотят максимально привязать к себе Европу и в качестве одного из средств считают как раз вот лишение Европы поставок российского газа. Но это я говорил тогда в контексте протестов Украины против строительства Северного потока-2. Но после этого я говорил, что и украинский транзит американцы тоже уничтожат, да, рано или поздно. Вот, поэтому не надо думать, когда-то украинские власти, они выступали сильно против Северного потока-2. Я помню, при Порошенко особенно они там это самое по этому поводу куражились, да, вот, и его действия. Вот, но они выступали против транзита через Украину. Они считали, что вот этот, если весь газ будет через Украину в Европу, это будет правильно. То есть Украина для Европы будет важна, во-первых. Во-вторых, Украина будет получать гораздо больше денег. Тогда еще я говорил, что на самом деле план явно совершенно гораздо более, так сказать, такой человеконенавистнический, да, потому что и Украину тоже лишат, так или иначе, я тогда еще не знал точно как, но тоже лишат возможности продавать, значит, через свою территорию российский газ. Потому что цель американцев полностью лишить Европу самостоятельности в этом вопросе и сделать абсолютно зависимой от Америки. Так оно и происходит, так оно и происходит, и, скорее всего, так оно, так сказать, в итоге и будет, да. Вот, но означает ли это счастье для Украины? Нет. Вот Украина, она добивается, например, скажем, до прекращения транзита. А что конкретно для Украины это будет означать на практике? Я вам скажу. Это, во-первых, будет означать того, что она лишится тех денег, которые мы ей платим за транзит. Да, странная, абсурдная ситуация, мы вроде как воюем с Украиной, но мы продолжаем платить ей деньги за транзит нашего газа. То есть Украина получает наши деньги, которые, как бы, идут в бюджет, вот, так сказать, и используются, в том числе, может быть, на военные цели. И ей даже не противно, да? Нет, ей не противно, мне кажется, даже где-то местами приятно. Я думаю, что, как бы, да, очевидно, что вот эти, то есть она лишится части денег. Не то, чтобы это очень большие деньги, да, они рассчитывают, что сейчас им там подарят все российские ресурсы, и вот эти замороженные, и, в общем, и так будет хорошо, но, тем не менее, этих денег она лишится, первое. Второе. Но, скорее всего, будет уничтожена эта инфраструктура, которая сама по себе, несомненно, имеет ценность, да? Потому что ее наличие – это возможность возобновления когда-нибудь, да, этого транзита и так далее. Но, скорее всего, как бы, да, война будет продолжаться, по крайней мере, в ближайшее обозримое, так сказать, будущее. И эта инфраструктура будет уничтожена, выведена из строя. И Украина просто ее лишится. Это будет еще один фактор деиндустриализации. Кроме всего прочего, это будет означать, что нету, ну, как бы, тоже исчезнет определенная там зона безопасности. Вот пока этот турбопровод никто не трогает. Да, российская сторона тоже его бережет, потому что по нему идет газ в сторону Венгрии. А когда газ перестанет идти, ну, значит, не будет никаких таких вот запретных зон, да, в том числе касающихся вот этой перекачивающей инфраструктуры. И Украина будет и по этим местам тоже, как бы, да, больно получать. Вот, собственно, и все. То есть, станет ли это дорогой к счастью? Нет. Но что касается украинской политики, она вообще не про счастье. Она про какую-то вот ненависть, там, недальновидность, глупость, жадность и тупость, да. Вот, собственно, и все. Поэтому тоже вот это вот они так вот победно, как бы, вот это, значит, нам говорят, что вот мы не будем продлевать это трехстороннее соглашение, так сказать. Мы вот прекратим пользоваться газом, да. Ну, непонятно, кому от этого будет хуже. Вот в чем дело. Потому что газ, как товар, он найдет себе, пусть и со скидкой найдет себе покупателя, несомненно. Кроме всего прочего, остаются разные двусторонние варианты соглашения. Да, может быть, без использования территории Украины как транзитные, но, тем не менее, у нас еще, вон, Южный поток, у нас есть Турция. Не хотите вы, как бы, да, получать от этого доходы? Ну, Турция будет получать, значит, доходы от этого. Она и сейчас уже получает, да. Вот и все, что укрепляет власть Эрдогана и так далее, при всей его неоднозначности, но это так, да. Ну, не будете, Польша и Украина и все остальные, там, Германия, не хотят получать от этого дохода. Ну, и не будете получать, будут получать другие. Вот, собственно, и все. То есть, газ-то никуда не денется. Вот, он у нас есть, вот, покупатель на него найдется, вот, его у нас много. Ну, да, наверное, нам приходится продавать его дешевле. Ну, ничего, как бы, да, все равно мы найдем, кому и продать. А вот найдете ли вы, у кого купить дешевле, да? Видимо, нет. Кроме всего прочего, на самом деле, сейчас Европа тихой сапой покупает довольно большие объемы российского сжиженного газа. Он там переоформляется. Причем рекордные объемы. Да, вот рекордные объемы, так сказать, они переоформляют. Почему, например, вот был проведен удар, так сказать, по Усть-Луге, вот по этим терминалам, которые, так сказать. Потому что хохлы, так сказать, понимают, что все это обман. Ну, да, вот они по трубам не перестали получать, но все равно им нужно, российский газ им все равно нужен. Ну, ничего, найдем другие способы. Найдем, так сказать, способы, и они все равно будут покупать, потому что деваться некуда. Некуда деваться. Вон, американцы вообще могут завтра взять и наложить вето на поставки этого газа. Они так сильно боялись, что вот Россия, для России они говорили, российский газ – это оружие, А американский газ – это не оружие, это не способ давления. Вот американцы сейчас подсадили на свой сжижный газ и периодически угрожают тем, что может быть сложиться рыночная ситуация так, что мы ограничим объемы продажи или запретим объемы продажи. Это же тоже, это ровно то же самое, так сказать, только с другой стороны. Ну, то те правильные, эти неправильные. То есть, кому они сделают хуже в перспективе – это большой вопрос. Я думаю, что они хуже сделают себе. А в этом есть проблема. Они не хотят смотреть в дальнюю перспективу, они убедили себя в верности собственной пропаганды. Россия, она не обязательно схлопнется, когда-нибудь будет нам счастье и прочее, прочее. А в реальности, мне кажется, они просто не способны на долгосрочное планирование. У нас сейчас небольшой перерыв, несколько секунд буквально и продолжим. Ну и вот как раз была же новость еще в конце прошлой недели, что правительство официально разрешило поставки жижного природного газа с завода «Ямал-СПГ» бывшей дочки «Газпрома» в Германии до конца текущего года. Ну и все. И я вас уверяю, чем хуже вообще будут обстоять дела на Украине, тем больше будет находиться разных всяких обходных схем и возможностей для покупки российского газа сжиженного, такого-сякого. А Украина от этого только потеряет. И Европа от этого тоже много не приобретет. А Украина просто в нулях будет по этому поводу. То есть она потеряет то, что есть, и деньги, и инфраструктуру, и не получит ровным счетом ничего. То есть, грубо говоря, это шаг куда? Вот они перестанут покупать наш газ по трубе. Ну как куда? К суверенитету, к гордости. Ну какой нахрен суверенитет, так сказать? Да, вот что, так сказать, это даст ли возможность это, условно говоря, сокрушить Россию? Нет, не даст. Даст ли возможность это поставить Россию на колени в экономическом плане? Нет, не даст. Даст ли возможность это сменить власть в России? Нет, не даст. Тогда что? Просто вот нагадим вам под дверью, как бы, да, чтобы вы это самое... Мы найдем, куда его продавать. Вот вы там о своем, как бы, да, позаботьтесь. Потому что всего того, что можно назвать промышленностью, на Украине остается все меньше, меньше и меньше. И дальше будет становиться все меньше, меньше и меньше. Вот это ваше будущее. Ваше будущее. А для нас, да, ваше будущее, в котором вы понадеялись на Запад, который якобы будет вас кормить, так сказать, обувать, одевать, вот, а для нас это, да, это беда, конечно, да, это разочарование для многих, да, вот, но одновременно это стимул развивать собственную экономику, собственную промышленность, да, искать какие-то другие, так сказать, варианты развития, вот. Не зависеть больше от внешних поставок, там, от экспорта, импорта и прочее, прочее. Я думаю, что это, в общем, тоже в долгую это хорошо. То есть, итог такой, для Украины это в долгую плохо, а для нас в долгую хорошо. Вот и все.